Миша, привет! Привет, Алиберт! Мы как раз в университете, там, где ты работаешь. Мы находимся в деканате, в университете Ослу Мед. Миша уже живет больше 30 лет? Ну да, вот мы считали, 21 раз я приехал, это было 28 лет назад. Ну, можешь сказать, 30 лет Миша живет в Норвегии. На самом деле, очень много чего есть рассказать ГАЮ. Но мы пройдемся по некоторым темам. Если какая-то тема будет, на самом деле, очень интересная, мы увидим это в комментариях, и мы раскроем ее больше. Миша, расскажи, пожалуйста, про себя. Как ты приехал в Норвегию? Да, это интересная история. В начале 90-х в моей школе в городе Краснодаре появилась программа IFS, это American Field Service называется, американская программа обмена школьников. и у нас появилась возможность поучаствовать в этой программе, то есть выбрать любую страну в мире, куда можно было поехать на год и, соответственно, принять такого же студента из любой другой страны у нас, в нашу семью. Как ОПР? Нет, это не ОПР, нет, ну, то есть там не было никаких обязанностей, то есть ты просто год живешь в другой семье, ходишь в школу и изучаешь язык и культуру этой страны. В то время, пока я был в Норвегии целый год, в моей семье жил французский парень, мальчик 16 лет, он был наполнен марокканец, то есть в 90-х, в начале 90-х марокканец попал в Краснодар, очень было интересно, с дредами очень красивый парень был, вот, ему тоже было очень интересно и в то же самое время сложно. И я попал в Норвегию, ну, как попал, оставалось несколько стран на выбор, была Америка, была Италия и была Норвегия. И вот моя мама, поскольку ей очень нравился Эдвард Крик, она как бы вот решила, да, вот в стране, где есть такой композитор, пишется такая музыка, значит, она не может быть плохой. И я попал на ферму, в семью, в провинции Мер-Уйрумстал, недалеко от Молда, целый, там, километр 4, наверное, до центральной дороги и каждый день ходил пешком, вот, вверх-вниз, потом еще садился на автобус и еще ехал час, то есть моя дорога в школу и школы занимала довольно много времени, и вот таким образом я приехал туда и начал учить язык. А ты уже думаешь, что ты связываешь свою судьбу с Норвегией? Нет, нет, вообще не думал. Я уехал, хотя были возможности там и остаться, продолжать учебу, я уехал в Краснодар и учился потом там и в Краснодаре. Но я ездил почти каждый год, я приезжал к семье, они приезжали к нам, то есть мы очень дружили. и я приезжал поработать на лето. На ферме подрабатывал где-то там? На ферме, на ферме, да. Там же где-то, где ты же? Да, да. А что вы там выращивали? 300 баранов, 50 коров, козы. А в то время, вот 30 лет назад, фермерство тоже уже начал идти? Вообще, какое состояние фермерство было 30 лет назад? Ну, в то время еще были старые постройки, то есть не модернизированные. Автоматикой было намного меньше, чем сейчас. Хотя аппараты были, то есть мы доели не руками, а были аппараты, которые мы... Вот. И сейчас, конечно, не сравнить. Я вот этим летом побывал у них. Он до сих пор дружит, да? Да, мы дружим. Хотя уже сами те родители, где я жил, она умерла, а он пристарел их. Мы дружим с их детьми, с их внуками. Ты уже можешь сказать, наверное, гляжет, да? Да не, ну какой я... Я вот... Это такой вопрос. Я никогда себя не считал ни русским в России, ни норвежцем в Норвегии. Вообще, я... Там у меня есть такое. Я грек с турецкой фамилией, рожденный в Советском Союзе и живущий в... в Норвегии. То есть, это вот идентичность моя такая. Она собрана по крупицам из разных... из разных культур. Вот. Вообще, я приверженец космополитизма. То есть, я считаю, что я космополит. У меня нету страны, у меня нету места. Это я... Ну, ты на основании... То есть, ты гражданин... Ну, полноценно гражданин Норвегии. Да. Что ты любишь в Норвегии? Прожив здесь очень много-много лет, можешь это, конечно же, сравнить и с Россией? Ну, в первую очередь, это, наверное, природа и отношение к природе. Отношение общества к природе, людей к природе. И... Ну, и сама природа, она прекрасна. Если... Любишь хайкинг? Любишь ходить в северы? Да, да. Я когда еще жил на Кавказе, мы много ходили по Северному Кавказу. Здесь тоже... Ну, не так много, но на самой высокой горе Норвегии я был, да. Галапегин. Да. Галапегин. Один раз? А? Один раз. Один раз, да. С сыном Махади. Окей, природа. Что еще? Природа. Свобода. Чувство свободы. Все-таки, наверное, я нигде не ощущаю вот такую свободу, как здесь. Может быть, это... Свободу... Ну, вот внутреннюю свободу, наверное, она... Это как последствия внешней свободы. Я все-таки считаю, что это довольно свободная и демократичная, демократическая страна. Ты можешь, то есть, высказать свою точку зрения? Это не то, что у меня есть потребность высказывать свою точку зрения. Это просто само внутреннее ощущение. Я себя чувствую очень комфортно и свободно. безопасно. Ну, это, наверное, какой-то... Ты уже в комплексе. Ну, вот чувство свободы, это оно у меня всегда есть. Каждый раз, когда я прилетаю... Ну, это было раньше, когда сейчас самолеты не летают. Но когда я прилетал, я вот ощущал, что да, здесь я чувствую себя очень свободно. Сразу, когда проходишь норвежскую границу, да? Ну, видимо, да. И чувствуешь... А, вот у меня было пару раз такое чувство счастья, наверное, я почувствовал, когда я ехал в трамвае и я слушал радио. Серебряный дождь у меня в наушниках был. Я вот чувствую, слушаю каждый день мое любимое радио. И я смотрел вот на людей вокруг в трамвае, и они все были заняты своими делами. И по большому счету никому не было дела до меня. И я вот каким-то образом ощутил такое счастье, что вот я такой, как у меня есть. Я просто сижу и слушаю радио. И я почувствовал счастье. Вот я не знаю, у меня вот так произошло. Вот, но это, наверное, из-за того, что была свобода, что никому... Никто на меня не смотрел, никому не было дела до того, как я выгляжу и что я делаю. Ну, такая гармония, наверное, в обществе. То есть я был тем, кем я есть, и мы прекрасно ехали в этом трамвае. Причем это были разные люди, там, молодежь, там, пожилые люди. И я почувствовал себя. Это такой трамвай жизни. И ты едешь в ней, и ты чувствуешь себя комфортно. помнишь подход многих людей на постсоветском пространстве, это такое осуждающие, либо оценивающие какие-то взгляды, или, может быть, ну, от которых становится просто некомфортно. То есть вот ты такой, как он есть, я могу быть там, не знаю, с длинными волосами, с серьгой в носу, или как-то еще. И все равно ты будешь там, на тебя будут смотреть осуждающие. Здесь абсолютно неважно. То есть я вот, особенно это еще было вот в совокупности с радио, которое я слушал, я не знаю почему-то. Вот я вот был, я себя ощущал, что я как будто нахожусь где-то в России, но я ехал в этом трамвае, и мне было очень комфортно и хорошо. Все вот в этом трамвае мне показалось, что все очень гармонично сосуществовали, вот тот отрезок времени, пока мы ехали, причем действительно там были и абсолютно разные люди. И мне как-то вот понравилось это. Принял. И то есть этот трамвай, можно сказать, что это была вся Норвегия. В какой-то момент тебе показалось. В какой-то момент, да, мне показалось. И это вот тебе тоже одни из вещей, которые тебе нравятся. Есть? Да, мне было комфортно. И мне в принципе комфортно в Норвегии. Ну вот чувство свободы, оно никуда не его... Это очень важное чувство. И это в принципе мы сказали одни из самых основных базовых вещей, когда у человека они есть. Тогда он, конечно, мы обсуждали и негативные стороны, и все остальное, они как везде в другой стороне есть. Но когда есть эти базовые, как инфраструктура, да, мы говорим, тогда уже легче, наверное, двигаться вперед. И ты можешь уже двигаться к своей мечте, к примеру, там, обходя все эти возможности. Все верно, да. Все очень правильно сформулировано. Ты еще занимаешься небольшой предпринимательской деятельностью. Не первый год. Да. Расскажи, пожалуйста, немного, чем ты занимаешься. И потом поговорим о том, как, может быть, это можно сделать для других. Открыть там ФОП, ООО и так далее. Ну, смотри, я вырос в такой среде, где очень многие мои друзья и вообще все близкие люди занимались какой-то предпринимательской деятельностью. То есть нужно было, это было время такое, нужно было как-то, говорят, вертеться, крутиться в то время, что-то нужно было придумать. И сейчас у меня очень многие друзья выросли в таких довольно успешных предпринимателей в России. Вот. Плюс мой папа, он тоже всегда, у него был генератором идей, он каждый день приходил домой, так, сегодня мы этим займемся, завтра другим, и часто мне звонил и в Норвегию, рассказывал идеи его, чтобы он думал. У него в стартап-инкубатор когда-нибудь? Да, 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 стартап такой, это было все время стартап-инкубатор, да, все верно. Вот, поэтому я, ну, я не классический бизнесмен, все мои проекты, они очень сильно социально ориентированы, то есть основная цель моя никогда не была, там, заработать деньги, да, или вот найти какую-то, какую-то нишу, которая бы вот быстро дала прибыль, это предпринимательство, которая, основная цель которой, это помочь людям, ну, то есть это услуги, в России это туристическая деятельность, то есть я считаю, что чем больше люди ездят, вот из России в другие страны, тем больше они учат, тем больше они понимают, и могут поменять что-то в своей стране или в своем городе в лучшую сторону. Также в России мы вот с друзьями организовали, мы приобрели франшизу «Школа английского языка для детей», то есть это тоже очень такая социальная, социальный проект для того, чтобы, потому что я считаю, что уровень владения иностранного языка в наших странах очень низок. Где с друзьями из Краснодара? Да, из Краснодара, да. И вас запустили проект «Франшизу»? На весь, на весь всю Россию и на несколько стран СНГ, да. Вот, я не могу сказать, что этот проект идет очень хорошо, вот, он тоже такой дотационный, но, тем не менее, я доволен тем, что мы его запустили. Вы обучаете людей английского языка? Да, в основном дети. До скольких лет? Ну, это с младшего возраста, с трех лет и выше, и школьники, и взрослые, но основной упор это на дошкольники, дошкольного возраста. Только английский язык вы там преподаете? Ну, в основном, да, это английский, да. Есть потребность, да? Ну, вот, сложно сказать, нам очень тяжело понять, вообще, как бы, рынок, и понять, нужно или не нужно. С одной стороны, нужно, с другой стороны, многие говорят, нам и школьного образования достаточно, кто-то говорит, что нам вообще английский не нужен, зачем, пусть они учат русский язык, тоже такая была подход, ну, есть такое мнение, бытует у людей. Вот, поэтому, ну, вообще, потребность есть и будет всегда в знании иностранного языка. Опять же, если сравнить с Норвегией, ты прекрасно знаешь, что здесь, по-моему, английский язык, это как второй родной, и владеет, да, он владеет очень хорошо, и все, и это дает преимущество. В плане, почему я считаю, что в России, ну, в наших странах это очень важно, это именно доступ к информации, поскольку, владея, получая информацию только из одного источника, ты чувствуешь, ну, это очень субъективное получение информации, поэтому всегда нужно перепроверять, всегда нужно мыслить критически и искать информацию из разных источников. а для этого нужно знать иностранный язык, и... Я даже не знаю, что было бы, если бы не было бы интернета, конечно, если бы не было, то же, если бы не было YouTube, был бы Facebook и другие, ну, ну, в плане, если бы не было интернета, и как бы получали бы эту информацию, мы, конечно, совсем были по-другому над сетом, конечно, то, что мы смотрим, что происходит в разных СМИ, 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 даже, ну, даже я смотрю, я смотрю и норвежские, я смотрю норвежские, турецкие, украинские и русские новости, и я всегда вижу, что в каждой стране, несмотря, то есть, они везде стараются, то есть, та страна старается позиционировать для своего народа в хорошей, это нормально, и когда ты имеешь только эту точку зрения, я вижу, кардинальные, допустим, там, турки, кардинальные, там, украинцы, россияне, они говорят, мы делаем только вот так, потому что так правильно, и так далее, вот, посмотри, вот, на Беларусь, да, даже то, что там происходит сейчас, если, ну, благодаря Ютубу, тоже как-то все, ну, это показывает, по крайней мере, что на самом деле происходит. Конечно, конечно. Да, правда, она где-то посередине, и вот, создаются как раз из этих, из калейдоскопа, из маленьких хрусталиков разной информации, которую мы должны все собирать, и создавать какое-то, вот, более-менее объективное мнение или суждение, потому что, да, а тебе это вообще, у тебя турецкие источники, англоязычные, норвежские, это очень здорово. Да, я постоянно, вот для того, чтобы еще улучшить норвежский язык, вот каждый день смотрю новости, наверное, они там буквально 30-40 минут идут, да, и интересно, там, ты видишь, как позиционирует Россию, как позиционирует США, то есть, какой там, республиканцев, они там, или демократов, там показывают, там, выборы и так далее, само собой, там показывают, они также там, и турков показывают, и вот, и Беларусь, и тоже освещают. Ладно, короче, про политику, да, там можно так идти, идти, но интересно, да, интересно очень. Но мы говорили про предпринимательство, ведение предпринимательства, вот ты, у вас получается франшиза в России, и ты еще здесь занимаешься отдельно туристическое, туристическое агентство. Ну, да, внутренний туризм, ты говорил? Нет, это внешний туризм, мы помогаем людям, да, внешний туризм. мы помогаем норвежцам. Вы отправляете норвежцев за границу? Да, ну, в основном это Россия и Кавказ и Центральная Азия, да, то есть мы такие индивидуальные туры, мы стараемся помочь людям, если к нам обращаются, мы им организовываем вот такие вот поездки. Обращаются? Да, норвежцы, этнические норвежцы, да. Но ссылка может тоже скинуть на твой ресурс, на ваш сайт, да? Да, тоже мы скинем. Если у вас есть знакомый, кто хочет поехать, норвежцев, то вы, в принципе, с этим помогаете. Да, индивидуальные туры, как раз вот все разработаны под конкретную, если человек хочет, допустим, на Эльбрус ездить, или проехать по Транссибирской магистрали, или посмотреть Байкал, или на Алтай съездить, или в Самарканд, и так далее, мы помогаем. Такой небольшой проект, тем не менее, очень интересно. Я считаю, что это тоже очень важно, да. А ведение бизнеса, вот ведение этой предпринимательской, насколько тебе сложно это делать в Норвегии, или насколько это тебе легко делать здесь? Ну, мне тяжело, наверное, потому что времени не хватает, это первое, а в целом, если сравнивать будущее... А почему тебе времени не хватает? Ты же еще не сказал, что у тебя большая семья. У меня, да, у меня большая семья, трое детей, и, конечно... Я уже даже знаю, 20, 13 и 8. Да, да, все верно. Вот, да, требуют все очень много внимания, и поддержки, вот, да, насчет идентичности, и насчет того, как наши дети растут в другой стране, мне кажется, им, они до сих пор вот не могут понять, ну, понять свою идентичность, кто они, русские, живущие в Норвегии, или норвежцы, живущие, ну, когда они приезжают, такая классическая дилемма, вот, но, наверное, им придется с этим жить всю жизнь, и в итоге прийти, что они люди мира, тоже у них нету этничности, или нету культуры, наверное, это вот какая-то общечеловеческая мультикультура. У нас мир же идет, глобализация, глобализация, я думаю, через многие столетия это будет одно государство. Вполне возможно, согласен с тобой, что все идет к сближению. видишь, да, с одной стороны тенденция такая есть, с другой стороны все эти границы, они, ну, посмотри, все все равно очень борются за свои границы, за сохранение своего... Это было все изначально, очень хорошая книга, вот, Sapiens, история человечества. Там как раз все четко описывается, как все это формировалось много столетий назад. Оно очень интересно, тоже надо посмотреть, как люди формировались, как это было много-много лет. Но сейчас происходит то же самое, хоть и прошло, и люди до сих пор сейчас прождуют же, и тогда... А мы из предпринимательства ушли немножко в другое, опять. Вот. Короче, вести... Бизнес легко или сложно? Да, значит, времени нету. Что касается открытости, есть же вот рейтинг стран по доступности ведения бизнеса. И Норвегия, она... Ну, одна из десятков входит точно. Поскольку минимальное количество бюрократических барьеров, очень такая доступная, прозрачная бухгалтерия. довольно без бухгалтера не обойдешься. Здесь я сразу могу сказать, да, это нужно обязательно. Качественно, очень хорошего бухгалтера. Вот. И... А так, в целом, довольно все очень просто и легко. А налоги невысокие или нормальные? Не, налоги высокие. Нужно платить НДС, нужно платить налог на прибыль. То есть, они не маленькие, да, не совсем там, чтобы копейки. Но, тем не менее, если получается бизнес, то и налоги не грех заплатить. То есть, ты же платишь налоги с прибыли, да, то есть, тебе не берут деньги, если ты не зарабатываешь. Вот, поэтому... Ну, и само собой, у тебя качество твоего продукта или сервиса, оно дорогое получается. Да, это верно. Это верно. За счет налогов это же все на потребителя. Все верно, да, все верно, да. Но здесь цены, ты знаешь, высокие, то есть, особенно, что касается такого, если мы возьмем туризм, оформление каких-то документов, работа с визами, оформление визы, это очень сложная тема, очень много бюрократии, особенно в наших странах, да, нужно правильно подобрать документы, нужно правильно составить, нужно правильно найти гидов там, водителей, переводчиков, если нужно. Вот, поэтому люди готовы платить хорошие деньги для того, чтобы весь этот, вся эта поездка прошла без каких-либо сбоев, да, чтобы им было комфортно, опять же, вот, когда они едут, то есть, мы минимизируем их дискомфорт путем того, что, да, находим очень толковых партнеров там на месте, которые будут им помогать, вот, но это стоит, это не, это не, это не дешевое удовольствие, но многие готовы платить за, за такой сервис. За все, за хороший сервис, люди всегда готовы платить, да, просто их немного, ну, их немного, но, опять же, когда ты выезжаешь в другую страну, здесь другой психологический фактор, ты готов, то есть, если ты здесь не готов заплатить, то выезжая в другую страну, ты готов заплатить, потому что там ты просто не понимаешь и не знаешь, как это сделать. Расскажи про свои хобби. У меня есть интерес очень большой, это музыка, вот, я считаю, что это очень важное дело, и я раньше, когда еще в школе учился, мы играли немного, у нас был там, школьный ансамбль, да, вот, а здесь в университете у нас есть оркестр, укулеле-оркестр, укулеле, да, это такая гавайская маленькая гитара, да, 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 и вот мы играем и поем, у нас человек 12, и поешь, и играешь, да, да, можешь спеть что-нибудь? Нет, во-первых, это оркестр, да, у нас разные голоса, один припьет какой-нибудь, или нужно настраиваться? Я могу тебе потом скинуть, и ты вставишь немного, я, мы, мы, каждый из нас в отдельности ничего не значит, только как бы вместе мы можем хорошо выступить, да, то есть мы выступали здесь довольно много и на больших площадках начиналось это как такой не знаю оркестр любительский, а потом мы потихоньку-потихоньку начали развиваться и могу сказать, что мы профессионалы, но тем не менее, да, мы выступали вместе с Укалейли Окестр в Great Britain приезжали такие из Великобритании очень крутые музыканты, вот мы у них на разогреве играли. Вот, то есть музыка для меня это важно, и я много слушаю музыку, и играю немного, пою, и также вот... Что, ты в основном на гитаре? Ну, гитара, да, это была гитара раньше, а сейчас вот такой ляля. Вот, и также для меня очень важна организация концертов, то есть вот мы с моими друзьями организовывали несколько больших концертов и несколько небольших здесь, в Осло. Был очень интересный опыт, мы приглашали группу Аквариум Бориса Борисовича Гребенщикова, два раза, было очень здорово опыт такой. Вот первый раз, мне кажется, мы собрали 700 человек в Осло, это было такое событие, мне кажется, русскоязычных в основном, конечно. Где вы собирали? это был центром Сене, Рукофеллер, вот, там, второй раз в Космополите, здесь такая площадка довольно большая. Вот, ну и плюс небольшие, небольшие квартирники, небольшие концерты мы делали и в Хенрикене в свое время, вот, для меня, и мы будем продолжать, и будем это делать, потому что есть, есть мои товарищи, друзья, с кем мы это все организовываем, и также у нас появились меценаты и, так скажем, спонсоры вот этих проектов, потому что все эти проекты, они не окупаются. То есть, это очень... Откуда инвесторы? Это из Осло, это русскоязычные люди, которые хотят помочь. А кто, можно говорить, или они стараются не афишировать? Да, они стараются как-то не афишировать, но если я спрошу разрешение, если мы предоставим ссылку, вот, это очень здорово, когда идет поддержка вот таких музыкантов, и, соответственно, здорово, что в Норвегию музыканты могут приехать и выступить. Музыкантов достаточно много вообще в Норвегии, но они все как-то отдельно, некоторые вот группируются, даже есть некоторые вот трупы уже там две, две-три трупы, которые уже отдельно сами, именно в Осло, по крайней мере. Это именно русскоязычные. Русскоязычные. Да, это очень здорово, ребята молодцы, я знаю этих ребят, я сейчас говорю о более профессиональных музыкантах, которые живут этим, то есть это известные старые, может быть, рок-группы или современные, которые тоже сейчас выступают, вот, поэтому основные вот такие. Давай на заключение вот посмотрим, мы в самом начале сказали, мы находимся, это у нас деканат, Осло Мед. Вообще, давай посмотрим, что там на улице. Пойдем, да, посмотрим твою террасу. В ту сторону такая Карлсоновская тема, то есть я всегда смотрю на эти крыши и почему-то вспоминаю Карлсона. Карлсона, это не Магнус Карлсона, с пропеллером, конечно, который на крыше. То есть это такое... Я уже подумал, может он там где-то живет. Не, это вот, ну, очень похоже вот эти крыши на Стокгольм, поэтому мне это напоминает немного Карлсона, который на крыше. Карлсона Патаки. Слушай, ты же забыл варенье. Да нет, я взял, взял. Взял? Слушай, я конфеты ты же оставил. Да нет же, вот. На шею не дави. На шею не дави. Ты любишь, да, ты здесь работать? Ну, да, мне нравится, особенно с таким видом, да, очень здорово. Еще, хорошо, в Осло, Осло, оно, невысокие такие здания. Я вот сегодня только ехал, подумал, людей и машин становится же все больше, и центр собирается закрывать. И это они уже сейчас начинают об этом думать, когда такие огромные, большие города, как Москва, Киев, они даже об этом, ну, вообще не задумываются, чтобы закрыть или продумать об этом. А здесь уже люди об этом начинают думать, что в любом случае будет такой момент, когда все, невозможно будет проехать. в Симферополе, в Крыму, невозможно ездить вообще летом. Там, ну, если можно сказать, можно сказать, что Осло, как в Симферополе, ну, примерно. Курортный город, я всегда его называю курортный. Курортный, в принципе, да. Но там ездить невозможно. И вот тоже, когда люди об этом уже начинают думать заранее, что может произойти, думают, как это будет легче для людей добираться, и так далее, это очень огромный, конечно, плюс. Да, ну, пойдем на крышу, да. Посмотрим. Погода еще, дождь, еще и град был, пока мы с тобой тут снимали. да. Тут может быть немножко ветерок. Ну, мы вот так вот. Да. Здесь у нас включается Редис, да? Да. Там у нас мэрия, это у нас с правой стороны? Ратуши мы не верили. Ратуши, да. Мы видим, да. Она, а, ну вот, 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 часы такие крупные. Вот ветер. Вот. Там район Санкт-Хансауген, вот, в той стороне как раз, да. Это тоже, это все, вот мы видим, это крыша у вашего университета. да, это здание, которое университет берет в аренду, да. А, это он даже берет в аренду университет. Все здания, это не, университет не владеет. А университет, у него тоже такая? Нет, университет Услов владеет, да. А вообще, кто, кто осломит не организатор, а государство, владелец, а владелец государства, это государственная контора? Да, да. А выкупать они не хотят? Или это... Им, наверное, не выгодно, по большому счету, они берут здесь в аренду сейчас и не платят, например, за обслуживание. Ну, тут, тут тоже экономика такая, либо, что, что лучше, либо владеть, либо снимать и не участвовать в ремонте и так далее, да, потому что это тоже большие очень расходы. Вот. Тенденция лизинга, аренда, это в современном мире это так оно и будет. На бубиль. На бубиль. Да, и так далее. Хорошо, Миша? Ну что, на этой ноте, на этом красивом виде мы закончим сегодня. Когда у нас будет 100 комментариев, 100, ну, у меня пока 100 там не на верну, ну, хороший, пусть будет. В принципе, можешь набрать, но видео как раз набрало 100 комментариев. Пусть будет. Выберет 100 комментариев и самый лучший комментарий по образованию. Да, да. Это может быть вопрос, описание и так далее, но это будет в русле образования. Мы выберем из этих 100 самый лучший, разыграем и отправим или передадим в Осло этот рюкзак. Ну, если это просит, отправим. Да, отправим. Вот такой рюкзак в Осло. Кстати, с входом USB, зарядка если там лежит телефон или лэптоп, можно заряжать его прямо не вынимая из рюкзака. Субтитры сделал DimaTorzok